Наука для меня это познание, конечно, неизведанного. Для меня это ответы на вопросы, у которых еще нету какого-то решения. И вот это, наверное, для меня наука. Скорее всего, здесь какие-то гены. У меня отец был механиком чисто технической специальности. С детства я еще с ним в школьные годы работал. У него было что-то типа СТО, я ковырялся с ними. Мне это было интересно. Где-то пытался в двигателе немножко залазить. С детства такой механик. Наука – это какой-то такой путеводитель для меня по жизни. Потому что у меня был период, когда я не понимала, чем я хочу заниматься в жизни, не понимала, куда я хочу идти работать после университета. А наука – это была какая-то такая линия, красная ниточка, которая повела меня за собой. И вот привела к тому, что есть на сегодняшний день. То есть я бы сказала, да, что наука – это путеводитель. Меня больше завлекло то, что вот ты из какого-то куска металла, да, можешь сделать что-то, что может пригодиться людям, что может им как-то помочь решить какие-то проблемы. И ты чувствуешь себя каким-то таким творцом, да, что ты вот так неосознанно помогаешь другим людям. Она дала мне цель. В принципе, любое живое существо, которое живет, должно иметь цель. Какую-то конечную цель. Я всегда считаю, что любое вещество должно жить, существовать и стремиться. Наука – это дает возможность. Потому что, когда ты работаешь, то, что тебе говорят – это одно. А когда ты идешь к тому, что никто не знает и никто не говорит – это совсем другое. Это чуть ли не самую первую значимость. Потому что все, что нас окружает, вообще – это все результат научных исследований, это результат каких-то исследований, то, чего человек смог достичь и приложить это на практику. Вообще – это все, 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 чего не коснись. Интересно, наверное, в первую очередь, как это. У меня до сих пор иногда возникают такие мысли. Я сижу, вот какая-нибудь, какая-нибудь просто мелкая, мелкая такая деталь, не знаю, батарейка. Я сижу, думаю, боже, как человек додумался до этого. Как он смог сделать так, чтобы эта батарейка давала энергию, она такая маленькая. Как он придумал это вообще? Насколько велики возможности человечества? Через лет 30-50, наверное, я вижу мир более цифровым. Есть куда, конечно, развиваться – это цифровые технологии, их интеграция вообще во все сферы абсолютно. Как у меня почему-то кадры футурамы, когда они нажимают на часы, у меня тут такая голограмма, и они придут сообщения. Вот это для меня через 50 лет. Я всегда хочу пожелать ученому одно – не бойтесь, будет много трудностей. Но, как говорится, когда факел загорается, у него есть два пути – гореть либо сгореть. Это вещи такие, то есть всегда горите, но не сгорайте. Я бы хотела пожелать всем своим коллегам, которые занимаются наукой, чтобы они достигли тех целей, которые ставят перед собой, и чтобы им сопутствовал успех во всех их исследованиях. Не останавливаться, не удовлетворяться ответом, постоянно рыть в самую-самую глубь научное неспокойствие. Вот, наверное, это каждому исследователю и каждому ученому я бы хотел пожелать, ну, в хорошем смысле, конечно же, этого слова. В первую очередь я хотела бы пожелать всем нашим студентам успехов во всех их начинаниях. Я надеюсь, что часть наших студентов, выпускников, они останутся в стенах университета, будут развиваться, в том числе и по научной деятельности, будут писать работы, защищать кандидатские. То есть мне бы очень сильно этого хотелось, потому что, ну, это мой родной университет. Я бы хотела какого-то положительного развития, чтобы студенты оставались, чтобы им нравилось здесь находиться. А для сотрудников, для преподавателей хотелось бы пожелать не терять интереса к науке.